Более 10 студентов Североказахстанского профессионально-педагогического колледжа нашли работу после прохождения практики на предприятиях. Трудоустроиться выпускникам предложили вакционерное общество СК РЭК. Какие еще перспективы открывает система дуального образования для молодежи, смотрите в нашем материале. В этом кабинете будущие электрики изучают азы работы с энергетическим оборудованием. В нынешнем учебном году здесь приобрели лабораторный комплект. Он обошелся государственному бюджету в 25 миллионов тенге. На каждом столе мы можем выполнять до 32-35 лабораторных работ разного направления. Это направление метрологии, электрические измерения, электрические машины. Опору мы делаем, конечно, на электрические машины. Все автоматизировано. Современная материальная база учебного заведения позволяет готовить квалифицированных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. С прошлого учебного года Североказахстанский профессионально-педагогический колледж сотрудничает с акционерным обществом «Севкосэнерго». В рамках системы дуального образования будущие энергетики проходят на предприятии практику. Чем для нас в колледже это выгодно, дуальное обучение, значит, мы видим, каких специалистов нужны. Ребята, пройдя практику в Севкосэнерго, в системе КСКРЕК, они видят более современную оборудование. Они видят, что будет даже завтра трудостроено на этом предприятии. Потому что, пройдя практику, соответственно, идет селекционный отбор. Это макет элеватора. Оборудование настоящее. Задача ребят – устранить неполадки, не останавливая процесс работы зернохранилища. Геннадию Шеренговскому такая задача по плечу. У четверокурсника уже есть опыт работы. Оттачивать теорию на практике важно, говорит будущий энергетик. Вдвойне приятно, когда за это платят деньги. Студентов нашего колледжа приглашают на разные предприятия. Также они сами предлагают свои услуги, то, что могут заплатить нам. Ну вот, в этом году я опять хочу уйти на практику. Хочу там остаться на работу. Это уже лаборатория колледжа. Она оснащена всем необходимым для занятий оборудованием. Человек без специального образования здесь не разберется. Но эти ребята легко справляются с заданиями, которые дает Бахат Рахимов. Работать в колледж педагог-практик пришел в нынешнем учебном году. Изучаем включение электрических аппаратов, способы управления электрическими аппаратами. То есть, тема, связанная с практическим применением знаний, которые они у нас получают. Впрочем, научат здесь не только собирать трансформаторы и электроустановки, но и оказанию первой медицинской помощи человеку, которого ударило током. Для этого в лаборатории установлен вот такой макет. Знания в стенах колледжа получают 936 студентов. В планах на будущий учебный год открыть группы по специальности электроснабжения и автомеханика, где будут обучаться студенты из Южного Казахстана. Ирина Панфилова, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК.